Музыка Выпечка очень хорошая, очень. Хлеб на самом деле самый вкусный здесь у нас многие всплывали. Магазин очень хороший, продавцы приветливые. Что надо покажут, что надо расскажут. Все это самое, прямо наша семья вся вот здесь абсолютно живет. Магазин с какого года я не скажу, я его еще помню тогда, когда он еще не в самообслуживании был магазин. Было тоже очень хорошо, снабжение здесь было всегда прекрасное и всегда очень все свежее было. Начало прошлого века, уже отменено крепостное право, начинает строиться Транссибирская магистраль. И на Дальний Восток едет все больше переселенцев. Чтобы сделать жизнь легче, они объединяются, кооперируются. Именно так появляются первые кооперативы, которые 5 января 1918 года, 100 лет назад, образовали Амурский губернский союз потребительских обществ. Кооперация, потребительская кооперация, это, наверное, единственная организация, но истинно народная. То есть люди объединились из-за того, что у них общие потребности в товарах, услугах, да, общее место проживания. И из-за того, чтобы как-то себе помочь в трудные времена, они объединяли свои усилия. Созданная людьми и для людей, потребительская кооперация и спустя десятилетия продолжает выполнять свою изначальную социальную миссию. На сегодняшний день потреб общества представлены в 14 районах нашей области, а магазины кооперации есть даже в самых небольших селах. Косицына от Тамбовки расположена всего в 5 километрах. Недалеко, но если нет своей машины, то сходить за хлебом или молоком задача непростая. Выручает жителей «Магнит». Магазин «Магнит» – он, наверное, единственный в нашем селе с широким ассортиментом. Всегда есть свежая продукция и доступная цена. Качественное все. Хорошие продавцы, внимательные. Товар в магазин приходит каждый четверг. Ассортимент стараются держать максимально широкий, к тому же адаптированный под запросы покупателей. Мы торгуем в магазине как бы всем, ну, что требуется в деревне, потому что не каждый может выехать в Тамбовку, у кого-то нету машин. Мы торгуем и краской, и продуктами для сельхозживотных. Размол там продаем, соль, мел, ракушку для курей, игрушки для детей. Новоалександровка – село покрупнее. Магазинов здесь хватает, но местный кооп на отсутствие покупателей не жалуется. Секрет прост – в хорошем качестве, приемлемых ценах и приветливых продавцах. Мы живем в деревне, и мы все здесь друг друга знаем. Поэтому, когда я прихожу в магазин, естественно, я знаю Титаню, Наташу, всех продавцов. И мне приятно к ним зайти, спросить, как дела. То есть я уже прихожу с хорошим настроением, да. Мы в деревне все друг друга знаем, и это очень приятно, когда ты заходишь в магазин, тебе рады, тебя приветствуют. Свои магазины кооперация старается регулярно обновлять. Делают ремонт, модернизируют оборудование. Традиционным остается то, что здесь все так же идут навстречу пожеланиям и запросам покупателей. У нас мебель идет под заказ. Но человек приходит, если ему что-то надо, у нас этого нет в наличии, мы это заказываем. Торговля – значимая, но далеко не единственная сфера деятельности потребительских обществ. Мы производим хлебобулочные изделия, розничная торговля, общественное питание. И также мы занимаемся заготовками. Заготовками в том числе включаются сюда заготовки дикоросов, это папоротник, грудь. Все это солится и продается. Во многих районах сохранилось собственное производство – полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, которые реализуются через сеть сторонних коммерческих, а также собственных торговых точек. Чаще всего я беру молочные. Потом очень нравится мне продукция собственного производства. По уединству они изготавливают хорошие пельмени, потом голубцы, выпечка у них неплохая. И когда бывает необходимость в кондитерских изделиях, в цехе у них тоже можно заказать торт. Свои магазины работают помимо Завитинска в восьми селах. Чтобы привезти свежий хлеб, булочки и пирожки, на работу в цехе выходят в 7 утра. За смену здесь выпекают примерно 700-800 булок хлеба, делают с добы из песочного и слоеного теста, индивидуальные торты под заказ. А вот столовая начинает работать еще раньше, примерно с 5 утра, чтобы к открытию посетители уже могли заказать горячий завтрак. Основные клиенты тут – командировочные работники рынка. Заходят сюда и местные. Не только за едой, но и за воспоминаниями и эмоциями. Например, Галина Сергеевна столовую помнит еще как старый ресторан, как место, где отмечаются все радостные и печальные события, а также где можно попросить новый интересный рецепт. И поэтому частенько мы заходим сюда, потому что, ну, сами знаете, привычки у нас свои. К людям мы привязываемся, потому что суть любой организации, любого предприятия – это люди, которые здесь работают. И за 40 лет, конечно, меняется, но меняется состав, но не меняется культура обслуживания, не меняется отношение к нам. Основная проблема, которую здесь отмечают – из-за расформирования военных и депо стало меньше посетителей. Поэтому руководство делает все, чтобы привлекать клиентов. Приятно, когда приходят к нам люди и с теплотой, с улыбкой, с душой отзываются о нас очень хорошо. Мы стараемся, чтобы к нам вернулись еще наши посетители, вернулись еще именно к нам, потому что у нас есть конкуренты здесь. И нам хочется, чтобы возвращались именно к нам. Когда все заказы выполнены, а еда приготовлена, начинается заготовка полуфабрикатов – пельмени, вареников и многого другого. Мясо, картофель, морковь, папоротни, грибы и другую продукцию для своего производства закупают по договору с фермерами не только из Заветинского, но и из ближайших районов. Это предприятие у нас на территории района, можно сказать, одно из самых старых, которые здесь работают на территории района. И оно одно из самых значимых, но в своей именно работе в части сельских поселений. У них магазины находятся в отдаленных селах, где не хотят работать другие предприниматели, потому что это затратно, это маленькая прибыль. Для нас они закрывают, можно сказать, значимый вопрос именно обеспечения сел продуктами питания там, где не хочет работать предприниматель. Помимо отдаленных сел, районы и кооперативы поставляют хлеб по договорам в больницы, детские сады и школы. В Сершевском районе помимо этого в полиции кормят задержанных. Чтобы все успеть, повара приходят в 4.30 утра. Другие повара спускаются вниз, выпекают непосредственно другую продукцию. Это, значит, на беляши идут, пирожки в ассортименте, капуста, с капустой, значит, с печенью, с картошкой, вот, чебуреки, сосиска в тесте, хот-доги. То есть это мы выпекаем уже до полдевятого для того, чтобы быстренько, оперативно это унести, так как люди сразу утром приходят, им надо с пылу жарить, чтобы была свежая продукция. После того, как готовые пирожки и хот-доги отправили по магазинам, повара начинают готовить для ресторана. Его формат не так давно изменили и теперь посетители принимают по заявкам. Если требуется, под клиента могут скорректировать график работы. В свободные от заказов минуты повара делают полуфабрикаты, которые также потом развозят по магазинам, школам и детским садам. Работа непростая, однако повара стараются. Если я сам по себе, если я человеку люблю очень готовить, я люблю, по-моему, мне нравится с поваром работать. А вот девчата, ну, Любаша тоже, например, Татьяна тоже, Наталья тоже. Наталья, она у нас классный повар по выпечке, у нее вообще очень хорошо, и вкусные булочки, и вкусные худоки, и вот такие вот у нее все. Также работники понимают, что приготовление еды и полуфабрикатов, которые поставляются в том числе и детям, это большая ответственность. Поэтому и контроль за качеством соответствующий. Всего же в Сершевском райпо работают ресторан, универмаг, хлебзавод, который в среднем выпускает 800 булок в день, и 17 магазинов. В те села, где нет стационарных точек торговли, выезжают автолавки. Сомненно, Сершевское райпо являет огромную роль для Сершевского района и его экономики в целом, поскольку является самым главным производителем хлебобулочных изделий на территории района. История развития потребительских организаций в районах и области в целом неразрывно связана с историей страны. Рассветка операции пришелся на 1980-е годы, когда действовала программа развития села. Тогда действовало несколько государственных программ развития села. И потребительская кооперация являлась главным товаропроводящим инструментом для сельской торговли. То есть мы провели практически монополистами. Потом распался СССР и потребительской кооперации был нанесен огромный ущерб. Многие не верили, что Амурскому облпотребсоюзу удастся выжить. Однако получилось сохранить основные имущественные фонды, а главное – кадры. Хорошо помнит это перестроечное время Ольга Александровна. Она руководит потребительским обществом уже 21 год. Развивалось чуть-чуть сложно. Я пришла перестроечное время руководителем, когда был развал полнейший. Был всего один магазин работал, и там был полупустой товар. Общественное питание было закрыто, производства никакого не было, ничего не было. Ну, начинали потихоньку. Хорошую команду создала я, а до сих пор частично работает со мной вместе. Сейчас в Райпо работают порядка 200 человек. Это самое крупное предприятие района. В него входит 28 торговых точек, пекарня, столовая, кондитерский цех и цех полуфабрикатов, парикмахерская и швейный цех, который занимается несколькими видами работ. Ремонтом одежды верхней и нижней, и пошивом одежды. Берем, получаем ткани, стараемся оптовые поставки тканей, чтобы дешевле была продукция. К нам идут из военного городка ребята, контрактники, подшить формы, ушить шинель. Там все это, все возможно, делается у нас. Это единственное предприятие, швейный цех Амурчанка, в нашем районе, который занимается такими делами. Хлебопекарня и кондитерский цех выпускают около 130 наименований продукции, до 1000 булок хлеба за смену. Работают здесь и в праздники. И 1 января, и 1 мая в магазине покупателей найдут свежий хлеб. Этот цех у нас работает, печи у нас работают круглосуточно. То есть с 4 вечера до 8 утра у нас выпекается хлеб, с 8 утра до 4 вечера у нас выпекается хлебобулочная продукция. Выпечку тут делают как стандартную, так и по индивидуальным заявкам. Всего в месяц производится около 40 тонн хлебобулочной продукции и еще примерно 12 тонн полуфабрикатов. Тесно работает райпо как с местной администрацией, так и с населением. У них закупают папоротник, мясо, картофель, капусту и прочее. Та миссия и обязательства, что стояли перед кооперацией с самого начала, продолжают выполняться. Прежними остаются и ценности. Самое ценное у нас – это люди наши. Это команда, которую я начала вести. Сейчас уже дети их, внуки у нас работают. Поэтому люди – самое дорогое и самое ценное у нас. Своей командой и результатами работы за последние десятилетия гордятся и в Михайловском районе. Местный универмаг, которому уже больше 60 лет, удалось не просто сохранить. Был создан новый облик и формат обслуживания. А главное – заслужено доверие покупателей. В 1994 году как раз все эти трудности мы переживали. Когда был пустой абсолютно магазин, сейчас я понимаю, что это трудно представить себе. У нас пустые свободные торговые площади, устаревшее оборудование и многотысячные в то время долги за кредиты банка. Поэтому как это все мы наращивали, то есть добиться вот этого всего, это, конечно, потрачено очень много лет. Сегодня универмаг занимает почти 800 квадратных метров торговых площадей и предлагает своим покупателям широкий ассортимент – от одежды и канцелярии до бытовой техники и стройматериалов. Чтобы сделать цены максимально доступными, в универмаге стараются работать непосредственно с производителем, минуя оптовое звено. Упростил задачу интернет. Многие заказы теперь делаются по электронным каталогам, а список поставщиков охватывает всю страну и ближнее зарубежье. Главная цель потребительской кооперации – не извлечение прибыли, а достижение максимального удовлетворения потребностей пайщиков в товарах и услугах. В этом ее назначение. Чтобы было удобно покупателям, решили выпускать сертификаты и задействовать в соцсети. Там постоянно появляется информация о новинках и поступлениях. Большой плюс, который отмечают посетители – график работы. На праздники многие приезжают сюда к нам в село, посмотреть там парад, салют, ну салют – это вечером и так далее. Универмаг в эти дни не работает, в праздничные дни и так далее. Они предлагают, пожалуйста, все, что можно, ну чем человек может себя порадовать. Это тоже очень отрадно, потому что не всегда такие учреждения в сельской местности работают, в общем-то, здесь. И сервис, конечно, привлекает жителей. Работают в универмаге почти 60 человек. Коллектив подбирают тщательно и обучают, как работать. Для этого нередко приглашают специалистов из других городов, например, из Хабаровска. Нам идут навстречу, нам доверяют. Мы стараемся не подводить покупателей. Постоянно улучшать свою работу, создавать новое и модернизировать старое. На протяжении нескольких лет в районах один за одним открываются современные супермаркеты. Например, в Ромнинском районе это единственный магазин такого формата. Это здание было восстановлено, практически стены были. Поэтому с помощью обл.патриц-союза было восстановлено здание. Открыли Союз два года назад. И сейчас он пользуется особой популярностью у молодежи. А вот люди постарше предпочитают привычный прилавочный формат. Ведь приходят сюда не только за покупками, но и за общением. Любовь Васильевна, например, уже третий год снимает здесь место, продает семена. Рассказывает, что сам магазин отличный, особенно после ремонта, который сделали год назад. Пол, значит, был вообще пока там. Ну, вот этого потолка не было. Двери были старые. Евроокон не было. А сейчас просто вообще, ну шик, магазин отличный. На сегодняшний день в Ромнинском районе работают семь магазинов. В планах открытие еще одного. А самый первый Союз появился в Мазановском районе. Несмотря на географическую отдаленность района и возникающие из-за этого сложности с поставками товара, в супермаркете можно найти все необходимое. Чтобы обеспечить качественную работу, в магазинах пришлось создавать новые службы, например, IT, а также учить сотрудников работать на новом оборудовании. Мне очень нравится этот магазин, на самом деле, потому что здесь ассортимент очень хороший, цены вполне как бы на уровне других магазинов, даже дешевле, но многие товары. Коллектив очень хороший, потому что приходишь, когда девчонки молодцы, все приветливые, все такие доброжелательные, всегда все предложат, все расскажут. Ну, вообще, мне очень нравится этот магазин, конечно. Спустя некоторое время после открытия Союза в селе решили восстановить работу еще одного магазина. Хлеб по хлебу белого, свежего хлеба. Свежий хлеб здесь есть всегда. Райпо удалось сохранить свой цех по выпечке хлебобулочных изделий. Готовую продукцию доставляют во все населенные пункты района, несмотря ни на какие сложности. Например, во время наводнения в 2013 году была организована поставка продовольствия на лодках с помощью сотрудников МЧС. Мы осуществляем торговлю в 16 населенных пунктах нашего района, а торговых точек у нас 20. И в том числе в трех торговых точках мы осуществляем выездную торговлю. То есть в этих селах у нас нет наших торговых точек, но мы осуществляем выездную торговлю, доставляем продукты первой необходимости. Это также хлеб, хлебобулочные изделия. За месяц в цехе выпекается 10-11 тонн хлеба, еще около тонны различных булочек, печенья, пирогов. Работа не прекращается ни днем, ни ночью, так что свежий хлеб в магазин поставляют и к обеду, и вечером. Когда я пришла в 2001 году сюда, мы работали в старом цехе. У нас там рядышком старый цех, большой, уютный все. Но, ну, как вам сказать, печи были у нас на угле, во фселке. Да, смотрите, вот так вот мы теперь теперь. А уже когда перешли сюда, в этот цех, уже реалистичство, как-то легче стало ли там работать и хорошо. Рецепты, по которым здесь работают, остались еще с прошлого века. Это именно тот вкус, который помнят с самого детства. И в цехе делают все, чтобы его сохранить. Как говорит Нина Алексеевна, важно даже настроение. Как-то отношение другое совсем. С ним надо ласково, нежно, не ссориться ни с кем. Просто тихонько работать и все. И если нет настроения, то уже продукта не получается. Сохранить традиции и двигаться вперед – это именно тот путь, которым идет кооперация уже много десятилетий. И не собирается останавливаться. Вообще потребительская кооперация, да, многие не знают, что такое, и удивляются, что еще в Мазановском районе и вообще в каких еще районах есть райпо. Для них это непонятно, что райпо – это еще прошлый век, и все это уже забыто, потому что их очень мало сохранилось на данный момент. Но, тем не менее, села практически – это только потребительская кооперация. Защита интересов пайщиков – это одна из главных задач кооператива. На сегодняшний день в области насчитывается около 10 тысяч пайщиков, которые имеют определенные льготы при приеме на работу, обслуживаются на особых условиях в магазинах, а охотники имеют первоочередное право на изъятие объектов охоты животного мира. Охотничьим хозяйством Облпотребсоюз занимается с 40-х годов прошлого века. На основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира они производят закупку различных даров тайги. Однако самым ценным был и остается Соболь. С охотниками заключается договор. После приемки, вернее, после того, как охотник добыл, он производит первичную обработку Соболя. В конечном итоге Соболь приобретает вот такой вид. Далее каждого охотника мы идентифицируем вот таким баркодом. Баркод – это отпечатывает союз Пушнина, который находится в Санкт-Петербурге. И здесь уже из этого баркода ясно, кто сдатчик, какое хозяйство, на какой аукцион по номеру поставленный по Пушнину. То есть Соболь у нас уже идентифицирован. Затем меха отправляются в Санкт-Петербург на международный Пушной аукцион, где их сортируют, вяжут в полотна и отправляют покупателям, в основном за границу. А вот производство, которое появилось в кооперации не так давно – это выращивание вешенок. Сначала блоки с соломой и мицелием гриба помещают в инкубатор. Здесь они порядка 14 дней находятся. То есть здесь происходит заражение блока мицелием. То есть гриб у нас, он и не растение, и не животное. То есть находится где-то между, между. То есть чтобы он плотворно врос и давал воды, ему надо заразить всю эту датомную среду, так сказать, своими корнями. Дальше блоки, а весит каждые 11 килограммов, переносят в соседнее помещение. Растут грибы при температуре от 12 до 18 градусов при влажности 60%. Собираем их каждое утро таким путем. Снимаем аккуратно, вырываем целиком, чтобы не повредить ножку. Потому что здесь в дальнейшем будут продастать другие грибы. Чтобы не препятствовать росту нового, мы снимаем их полностью. После сборки грибы обрабатывают. Им обрезают ножку, при необходимости делят пополам и упаковывают в контейнеры. Работа несложная, но весьма кропотливая, ведь вешенки очень хрупкие. По вкусу они напоминают шампиньоны, но пользы приносят больше, так как полностью усваиваются организмом, плюс являются абсорбентом. Найти продукцию можно в магазинах города. Сейчас прорабатываются и новые точки сбыта. Ведь, как говорит Павел Анатольевич, конкуренты хоть и есть, но они уступают по цене и качеству продукта. За счет своей уникальности и самобытности потребительские общества при поддержке государства могут оказать существенное влияние и поддержку жизни села. На сегодняшний день существует трехстороннее соглашение взаимодействия Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации, правительства Амурской области и Амурского облпотребсоюза на 2017-2020 годы. Ведь лишь в тесном сотрудничестве со всеми органами власти при их поддержке возможен дальнейший рост и развитие как кооперации, так и людей, которыми и ради которых и была создана потребительская кооперация. Ну а в заключении я хотел бы и поздравить всех коллег с этим замечательным праздником, пожелать им, мы будем говорить, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в кооперативном труде. Наверное, особая благодарность тем пащиков, которые остались с нами, тем ветеранам, которые создавали кооперацию, в общем-то тем, что они создали, мы пользуемся до сих пор, поддерживая, улучшая эту ситуацию. Без их труда это было бы, наверное, не важно. Об этом нужно говорить, об этом мы помним. В 2018 году Амурский областной союз потребительских обществ отмечает свой 100-летний юбилей, 100 лет знаний, опыта и развития. И хочется верить, что это только начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова